как вы считаете что происходит сознанием человека после смерти как человек себя осознает вы знаете ольга как раз таки вот курс который я проводила для спонсоров третьего уровня да и вот он есть в доступе да его можно будет приобрести я говорил уже про это он основан на известный как сказать на известных трудах платона да и вот как раз таки в своей книге в своих трудах государства в последней книге миф и роз о котором я говорила он через в кавычках миф потому что в самом последний его стройке как раз и говорят о том что это не миф а это информация которая преподнесена в таком формате он как раз и рассказывает о пути души после смерти очень много информации преподается и безусловно ты понимаешь что эту информацию ну она была получена не путем каких-то из на изучение литературы однозначно она была получена через медитации через какие-то мистические практики потому что то что он описывает есть вещи которые ну нереально было знать на тот период его жизни да мы говорим там триста сорок пятый год до нашей эры потому что он описывает те моменты как вообще вселенная создается да откуда у нас появляется если скорее всего существует ли у нас свобода выбора да как мы создаем свою карму как мы проходим перерождение как происходит перерождение как мы выбираем для себя подходящее нам тело да где мы родимся какую роль проиграем то есть очень очень глубокие вещи и почему я это говорю вот отвечая на ваш вопрос что происходит сознанием человека сознание человека опять-таки сознание игра слов давайте скажем скорее всего не сознание я бы сказала душа в общем не важно как это назвать да потому что не привязываться к к определениям хочу а хочу просто сказать что суть человека да безусловно тело умирает а то что является сутью человека да то что является то что мы говорим душа бессмертная безусловно она не не умирает вот на этом курсе достаточно подробно переводя его труды на русский язык я как раз и рассказывала что происходит куда идет душа после смерти что происходит причем неоднократно и не от одного только источника слышала о том что и многие даже говорят про это и платон тоже писал об этом что есть часть души да что называется монады до единое либо иначе мы это называем как наше высшее я она остается да даже я не знаю как 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 называется это правильно это поле энергетическое да и наше низшее я который является полной копии высшего я она воплощается и задача в принципе да почему именно воплощается только низшее я для того чтобы усовершенствовать себя для того чтобы развиваться она да сама по себе она не развивается а вот то что мы говорим но вот иначе о том что душа совершенно в некоторой степени это так и не так так почему потому что если мы подразумеваем как монаду то у нее нету нету возможности нету предпосылок к развитию да потому что все настолько идеально а в идеале нету как бы так сказать чему стремиться как развиваться и вот чтобы усовершенствовать себя чтобы познать себя происходит как раз таки вот это вот разделение на высшее я и на низшее я и наша душа нише я как разки спускается в человеческое тело выбирая для себя определенную роль которая она будет проигрывать как говорил потом роль под словом ролью подразумевает сценарий который мы должны будем прожить вот и у нас есть свобода выбора как мы этот сценарий будем проживать опять-таки не с точки зрения что я хочу то и делаю а с точки зрения на каких вибрациях я буду проживать и проигрывать ту 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 роль которая мне предназначена да то есть вот есть какие-то определенные рамки в данном случае рамки ну например если я проигрываю там театральную роль да я играю там например джульетту то конечно же я не могу одеть мужскую какую-то одежду да потому что ну в принципе роль джульетта это женская роль вот и она должна проиграть вот там встречу с ромео и так далее вот если проигрывать роль в буквальном ее смысле на низких вибрациях низкие вибрация подразумевает буквально это как начинающий актер на который выучил зазубрил эту роль и вот он ее согласно прописанному сценарию проигрывает это называется низшие вибрации то есть вот как буквально все написано так играет опытный актер он начинает импровизировать да он понимает что для того чтобы проиграть лучшую роль да я могу где-то изменить текст я могу где-то взять больше паузу я могу где-то использовать какое-то иное мастерство да но у нас есть рамка ограничений я проигрываю эту роль так вот это как раз таки и является свободой выбора да то есть вот это вот импровизация но опять-таки импровизация роли джульетт вот про это очень подробно платон рассказывал поэтому он рассказывал куда идут души души у нас делятся на условно говоря на несколько как это уровней да если так можно сказать поэтому можем говорить о том что у нас есть продвинутые души и есть души такие низко вибрационные вот низко вибрационные то те которые дословно выбрали свою роль причем самый интересный момент что когда душа подписывает контракт она действительно подписывает контракт своей роли у нее есть право выбора если она с чем-то не согласна она может до воплощения обговорить опять-таки платон про это подробно рассказывает она обговаривает какой пункт я мне что-то не нравится я хочу это изменить вот но души которые при жизни при воплощении нашего низшего я не дошли до высокого уровня развития то есть у которых нет вот этой вот осознанности осознанности понимание что есть свобода выбора потому что когда мы ее приобретаем будучи в низшем я она у нас сохраняется и на момент после смерти и торопясь до принять вот эту вот роль быстро быстро воплотиться он подробно рассказывает как мы нарабатываем свою карму что можно сделать что нельзя он также рассказывает про развоплощение душ когда души условно говоря стирают полностью свой уровень наработанный но это должны быть души знаете тех тиранов которых ну и мужика говорится не хватит воплощение для того чтобы искупить свой вот этот вот не то чтобы грех а искупить свою вину перед душами других людей то есть их настолько много да то есть вот настолько огромная ответственность что они сами осознают что они не могут то есть не хватит воплощение да я не говорю ни про одно не про десять я говорю бесконечном качестве он никогда эта душа не выйдет из этого колеса и они понимают и тогда происходит развод полностью память наработанная память многих тысячелетий даже я бы сказала и они начинают свой путь самого начала также платон рассказывает в этом мифе о том как люди которые души которые воплотились в роли людей у них есть право в следующем воплощении и по их собственному желанию воплощаться в тела животных про это тоже пишет но очень важный момент если животное не доросло до уровня эволюционного развития человека то есть это животное никогда не было не было скорее всего а человеком то есть эволюционное их сознание этой души не доросло она никогда не перевоплотиться в человека а если уже единожды побывал в человеке то ты можешь выбрать воплощение животном мире да то есть это и опять-таки это не случайно то есть это не то что вот допустим вот в этой жизни я ну мне она чем-то не понравилось и я решила что следующее я буду я не знаю какой мне животное нравится в таком я и буду воплощаться нет она все равно соответствует с нашим каким-то образом жизни да и он приводит конечно же примеры по поводу уровня тоже рассказывается и я на курсе курс души это что я говорю после смерти тоже про это подробно говорю о том что есть души опять-таки вот эти вот низко вибрационные а есть то есть два уровня а есть люди которые достигают высокого уровня они понимают что значит свобода выбора они живут в соответствии с добродетелями и это и есть показатель да как раз таки духовности жить в соответствии с добродетелями вот и у них есть возможность и он описывает о том как можно выйти из колеса сансары и куда идут эти души которые выбрали ну завершили вот свой путь колеса сансары как они идут на как сказать в другие на другие звезды да в другие галактики то есть дальнейший путь развития очень подробно и курсом по себе он интересным опять-таки тогда кому это вот действительно необходимо и интересно